Лет восемь назад мы в этой студии, когда беседовали, вы очень Никита топили за Пусси Райт. Я не топил, я защищал мои девочки, мои дочки, я и сейчас говорю, потому что я называю... Ничего не вышло из ваших девочек, смотри, где они сейчас? А что вышло из юродивых всех веков? Они юродивые? Я же тогда говорил, что я защищаю девчонок, потому что они работают на уровне юродства. А вот тот же Павленский, которого мы упоминали, он идейный или он просто ради... Какая у него идея? Он анархист? Какая у него идея? Я не знаю, как анархист, но то, что он суперяркий художник, потому что я знаю, все мнения крутят пальцем у виска. В дальнейшем двери поджег. Ну да, но он же... Вот он я. Он же делает это и идейно, да? Просто я от этого отошел, потому что я понял... Так идея-то какая идея? Ну как какая идея? С чекистами борьба... Во Францию сейчас с чекистами борются? В общем, он пришел, и когда поджег двери банка, это ж надо иметь смелость. Он же знает, что он будет посажен, он идет и не боится. Настоящее искусство, оно не понимается массовым сознанием. Я ведь сознательно ушел во всю эту эпатажную сферу, потому что я мог собирать, да, после любить по-русски, Ермак и собирал, стадионы, на коне боседал, и я понимал иллюзорность. А я был в фаворе. Я и... И... Меня... Давали контракты, пятилетние контракты. Мне предлагали миллионы, миллионы долларов и тысяч леней. Я не знаю на сегодняшний день в шоу-бизнесе человека, кто бы отказался от того, от чего отказался я. Но пять лет ты поешь то, что мы тебе говорим, песни а-ля любить по-русски, песни Высоцкого и то не все. Мы сделаем из тебя живой символ Талькова, Цоя и Высоцкого. Поскольку мы знаем, что ты с шальной, свободной, все, миллионы тебе, но гарантия того, что ты в имидже. Любить по-русски, короткой прическе, поешь только то, что мы тебе говорим. И я не только этот контракт не заключил, я потом не пошел... Кстати, третья серия любить по-русски, мало кто знает. Во-первых, мало кто знает, что 95-й год и название любить по-русски пролоббировал Евгений Семенович Матвеев в Царство ему Небесное, потому что ему в ГОСКИНО сказали уберите название русский. Сейчас это везде тогда, тогда же Макашов, русские фашисты и так далее. И ему говорит, убирайте, а ему 10 лет не давали снимать. И Матвеев о сценарии написал Валентин Черных, оскароносец, за Москва слезам не верит. И Матвеев пришел в ГОСКИНО и принес письмо и говорит, если вы не дадите мне... Я не буду менять название. Если вы не дадите мне снять, любить по-русски под вот этим названием, я покончу жизнь самоубийством, говорил им дедушка больше 70 лет, и обвиню вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!